Ну что, дорогие друзья, всем привет! Снова мы в телевизоре и впрямую на волнах нашего радио. И сегодня у нас интересные гости. Гости из Хабаровска. Это соседний регион, очень крупный. И они руководители Дальневосточного фестиваля «Точка возврата». Это директор продюсерской компании «Профи», один руководитель этого фестиваля. Алла Джоша, здравствуйте. Джанша. Джанша, простите. И Максим Поличко, здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель проекта Дальневосточного фестиваля «Грау» у любительского кино «Точка возврата». Итак, друзья, мы сегодня будем говорить про этот фестиваль. И этот фестиваль, кстати, он начался достаточно, ну, уже, скажем так, он уже идёт. Третий год у нас этому фестивалю, а в этом году мы объявили уже приём заявок. То есть фактически тоже идёт. Ну, идёт он уже, в общем-то, больше полугода, да. То есть в конце прошлого года стартовал этот фестиваль. И заканчивается всё в конце сентября этого года. Да. То есть в это время оно, кино, поскольку дело такое затратное, дело длительное, да, требует больших, наверное, вложений или как. Вы вообще на кого рассчитываете? Мы рассчитываем. Мы рассчитываем на любителей, которые хотят снимать кино, на тех, кто уже купил, например, телефон или хороший фотоаппарат, кто выкладывает свои ролики на YouTube или имеет какой-то свой другой канал, кто знает команду, там, друзья этим занимаются, готов объединиться и снять короткометражку. До 15 минут можно, у нас есть фильм на 4 минуты. А тематика какова? Тема нашего фестиваля в этом году, сейчас внимание, реальные или нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти только на Дальнем Востоке. Ну, мы как могли расширили тему, да, и главное, чтобы она была как-то связана. Ну, то есть она такая универсальная, в общем-то, да? Вообще всё можно, да, или реальные, или выдуманные, или были, или не было этого, ну, потому что мы рассчитываем, что, возможно, какие-то исторические у нас будут такие фильмы постановочные. Вот, но главное, что это объединяет. То есть это может быть документальное кино или может быть... Это игровое. А, именно игровое. Игровое любительское кино, да. То есть два главных, ну, наверное, три главных параметра, тема, про которую я уже сказала, это фильмы игровые, это фильмы постановочные, художественные, да, ну, чтобы вот главную мысль донести. Там играют так артисты, должны играть или уже играют в тех фильмах, которые мы уже получили. Вот, там есть сценарист, там есть режиссёр, там есть вот эта вся красота, хлопушка, мотор, начали, не верю, вот это всё там должно быть. И именно этого вот мы ждём, что к нам придут те люди, которым этого в жизни не хватает. Потому что документально-то кино снимается, ну, понятно, телекомпания есть. Скажите, Максим, а вот вообще для чего этот фестиваль проводится? Потому что ведь у нас очень много фестивалей. И якутский международный кинофестиваль, это и Меридианы Тихого во Владивостоке, и в Магадане, и на Сахалине. То есть достаточно, скажем так, ну, не на такой густонаселённый, так сказать, регион страны, а достаточно большое количество фестивалей. Не будет ли это слишком уж, как бы, ну, лишним, скажем так? С какой целью вообще проводится фестиваль? Огромное спасибо. Вот в вашем вопросе как раз вот и ключевое слово я мог бы выделить, почему мы проводим, почему мы за это взялись. Не самый густонаселённый регион. Я начну, как бы, немножко, как бы, как с сухой статистики. С 91-го года Дальний Восток, весь ДФО, потерял порядка 22% населения. И продолжают люди уезжать, к сожалению. Особенно уезжает молодёжь. Вот, опять же, личный опыт. У Аллы дочь уезжала, ну, как бы, учиться вернулась. Потом у меня вот сын закончил в прошлом году школу. Из его класса у нас в Хабаровске осталось 3 человека. Все остальные уехали куда угодно. Как бы, там, чуть ли не под знамёнами, что надо валить. Что вот Дальний Восток, это что-то такое депрессивное. Это какое-то там очень ресурсоориентированное, как бы, территория. И самое главное, проблема у молодых людей, что вот им не хватает самовыражения. То есть, вот негде здесь выжить. То есть, нет ни культурных центров, надо ехать куда-то там далеко. Там, не знаю, кто-то раньше ездил в Азию, пока доллар позволял. Как бы, сейчас вот все мы собираемся, даже устроенными рядами, едем на Москву и в Питер. Но мы не собираемся. Мы не собираемся. Поэтому, когда мы с ребятами встретились, идея самого фестиваля, она называется «Точка возврата». То есть, первоначальная история была этого фестиваля. Начала с того, что это история о людях, которые собирались, но не уехали с Дальнего Востока. Или уехали, но вернулись. Это была тема первого сезона. Это первого сезона. Поэтому сейчас, поскольку мы расширяемся, вот на самом деле мы и хотим, то есть, как бы, вот Алла сказала, что реальные, то есть, мы максимально расширяли, пытались решить тему, но самое главное, ключевое, на Дальнем Востоке. Это наша земля. Вот, опять же, сухие цифры. То есть, у нас сейчас получается порядка 6-200, условно говоря, миллионов населения всего Дальнего Востока. А у нас 36% территории Всероссийской Федерации. Ага. Ну, то есть, мы пытаемся и поработать на имидж. Вот мы хотим, чтобы не стыдно, чтобы гордились, чтобы показывать, какая красота здесь. Мы, конечно, рассчитываем на то, что в каких-то фильмах будут какие-то исторические события отражены. Потому что вот я, например, родилась на Дальнем Востоке, и я ощущаю себя дальневосточницей. То есть, я часть этой природы, вот я так чувствую. Меня папа в первый раз тайгу на неделю взял, когда мне было 7 лет. И дети мои, я так же ощущаю, и дочь моя сознательно вернулась сюда. Она жила в Москве, потом в Нью-Йорке, и вернулась в Хабаровск. То есть, мы такие, мы идейные в этом смысле. То есть, патриоты. То есть, мы хотим, чтобы немодным стало вот это вот желание уехать, лишь бы уехать. А вы знаете, вот сейчас вообще что происходит у нас с кинематографом? А вот как люди должны ориентироваться и смогут ли найти каких-то героев? Вот кто у нас сегодня герои? В общем-то, телесериалов, каких-то фильмов наших российских, да? Это или там ментовские воины, ну простите, полицейские, или девушки легкого поведения, которые стали... Никогда не девишься, конечно же. Конечно же, мы получаем... Или женщина, которая всю жизнь страдала, и как бы в конце сериала, наконец-то, и любимый рядом, и денюжка на счете, и все прекрасно. Друзья, можете позвонить к нам в студию 320-066-321-166. То есть, если вдруг вы, так сказать, вдохновитесь идеей создать какой-то фильм свой, игровой... Или если он уже есть, такой фильм, может быть, тоже мы получаем. Можно узнать, куда принести этот свой фильм или где разместить. И завтра, кстати, немножко проанонсируем, то есть на Курошова 24 у вас состоится встреча в 16 часов, да? В 10 утра. В 10 утра. В 16-го в 10. Да, мы расскажем подробнее о проекте тем, кто им заинтересовался. Что касается героев, мы получаем уже много и заявок, и фильмов, и, конечно, там все это есть. Но у нас есть предварительный отбор, и если фильм по тематике нам не подходит, мы можем включить его в неконкурсную программу. А интересными героями... Ну, в прошлом году был фильм «Иностранец», который приехал в Хабаровск, чтобы найти здание, построенное своим дедом-архитектором. Очень интересный герой. Скажите, а вот вы говорите, в третий раз фестиваль проводится, а где можно познакомиться, посмотреть те работы, которые были победителями, номинантами там этого фестиваля? Завтра мы обязательно покажем фрагменты. Что касается посмотреть в интернете, то по тегу.возврата можно много найти, у нас есть наша страница. А может лучше не смотреть, потому что когда смотришь обычно, так, значит, они сделали так, ну, примерно, значит... Вот он уровень, вот фильм, а вот фильм «Победитель», поэтому надо сделать вот так, нет-нет-нет. То есть, вот вы еще говорили, да, я хотела бы заострить внимание о том, что много фестивалей, но такого нет. Ну, правда, нет. То есть, молодой человек, просто желающий попробовать свои силы, им пойти некуда со своим произведением. Ну, скажите, вот вы говорите, нужно создать положительный имидж нашего региона, да? Это, значит, истории должны быть какие-то очень такие мажорные такие. Какие-то легкие, красивые какие-то сказки. Или, может быть, это действительно отразить какие-то... Ну, а если драму кто-то решит, снять? Ну, во-первых, сам фестиваль, как событие, уже работает на имидж региона. Во-вторых, то, что это происходит здесь у нас, понимаете, вот мы с вами говорим, для вас многое уже понятно. Для вас в Якутии, потому что ваши фильмы снимаются здесь, и вы, зрители, уже привыкли, что вот она площадь, вот этот... Ну, по 10 фильмов ежегодно делают наши кинодеки. То есть зритель благодарен и идёт, и смотрит, и платит деньги, и поддерживает родной кинематограф. Эта история нетипичная для Дальнего Востока. И то, что наши фильмы снимаются вот на наших родных улицах, вот в этих узнаваемых местах, это тоже очень многое значит для тех, кто здесь живёт. То есть здесь это возможно. Каждый может попробовать. Талантом есть чем заняться. В общем, важно, почему мы в первую очередь приехали в Якутию. Потому что у вас этот опыт уже есть. И мы вот на самом деле... Есть такие прогнозы, что победителем Гран-при станет фильм, который сделан в Якутии. Это у Максима такой прогноз. Потому что вы уже убежали вперёд, и мы к вам на самом деле приехали за опытом. Или как вот написали в одном из наших постов в Фейсбуке, что мы едем, мы ищем конкурентов. Потому что уровень якутского кино, опять же, в том, что он очень чётко привязан. Правда, ты смотришь фильмы, ты видишь, что вот эта улица, на этой улице живёт мой сосед, мои знакомые. Здесь я работаю, здесь я каждый день хожу. Это привязка к местности. А почему ещё, вот, Маде очень хотела сделать важный акцент, когда снимаются, допустим, могут сниматься драмы. У нас были криминальные драмы в одной из конкурсных программ. Могут бы сниматься... Вот ребята сейчас прислали, ваши соседи магаданцы, тоже фильм. То есть я, условно говоря, там не буду пока ничего говорить. То есть вот он привязан очень точно к точкам, которые знакомы и близки сердцу, условно говоря, каждому. Я знаете, о чём я вообще хочу сказать? Да, вот у нас вообще в России существует некий стереотип. Вот если я якут, допустим, да, и приезжаю, ну, я якутка, например, да, говорю. А мне говорят, так, значит, ты богатенькая. Там у вас алмазы, там у вас это, там у вас там пятое-десятое, да. Вот. Ну, то есть вот такой вот. Если это магазан, то это золото добыча однозначно, да. Ну, я так полагаю. У нас как говорят, то есть мы все едим ложками красную икру, мы все ездим на японских джипах. Мы должны сломать эти стереотипы или как-то, или наоборот, поддержать. Или, ну, допустим, я вот как потенциальный автор фильма на 15 минут. То есть вот то, за что я люблю свой родной Якутск, или свой родной Мирный, или свой родной, условно говоря, Магадан, или Южно-Сахалинск, или, не знаю, там, Петропавловская, Общадская. Или Нерингре. Или Нерингре. То есть вот я люблю его за это. То есть я вот здесь, вот, как бы там, я хочу про это рассказать. Вот у нас ребята снимали фильм. Вот он рассказывает, говорит, вот я люблю Шантары свои. Вот я люблю Шантарские острова, вот я туда езжу, как бы там, вот очень красивый фильм документальный. Ну, это фильм человека, который живет в городе, но каждый год уезжает обязательно на Шантары, жить без этого не может. А дома его ждет жена. То есть такая тоже игровая достаточно история. Дочка у нас заняла первое место в номинации «Актерская работа». А сколько номинаций? Это как в большом каком-то фестивале, там, лучший фильм? Ну, у нас, во-первых, структура такая. Роль первого плана, второго там, или что? Ну, во-первых, есть комитеты, есть жюри, которые могут придумать номинации, если они нужны. Это не мы, сразу скажу, это не мы. Ну, в оргкомитете. В оргкомитете, да, в жюри нет. То есть мы не судим. Ну, в общем, вы руководители. Вы организаторы. Лучшая режиссура, лучшая актерская работа, лучший сценарий, самый лучший фильм, ну, то есть гран-при фестиваля, да. Лучшая операторская работа. Вот, основных несколько, но могут быть дополнительные. И структура тут такая. У нас же, получается, Дальний Восток мы условно разделили на три пояса. Полярный, куда входит Якутия, Чукотка, Магаданская область. Амурский, куда входит Хабаровск, Благовещенск, Хабаровский край, Благовещенск, Амурская область и ЕО. И Тихоокеанский пояс, Владивосток, Камчатска, Сахалин. Вот, и мы проведем как бы полуфиналы в трех регионах сначала. И там будут фильмопредители. А потом они съедутся на финал в Хабаровск. И тогда все станет ясно. Да, да, да. Это как раз и будет в сентябре. Ну, дорогие друзья, в общем, вы присоединяйтесь к нашему разговору, если у вас есть желание узнать побольше вот об этом фестивале. 32.00.66, 32.11.66. В общем, продолжается наш эфир. И мы говорим о кино, о Дальневосточном фестивале, точка возврата. Скажите, пожалуйста, вот где грань между любителями и профессионалами? У нас в Якутии этой грани практически нет. Потому что есть люди, которые, ну, Бурнашов, допустим, они снимают этот, допустим, фильм, далеки совершенно были от кинопроизводства. То есть просто была в руках камера любительская. Ну, сначала вот так начинали. Как? Ну, это такой действительно сложный вопрос. Мы для себя на него много раз пытались ответить. Потому что, во-первых, мы рассчитываем на то, что к нам придут любители, которые могут стать профессионалами, попробовав свои силы, и это нормально. Точно так же кто-то уже стал профессионалом, но не имеет специального образования. Там в ГИКовском, да, например. То есть он кто, профессионал или любитель? Но мы пока для себя отвечаем так. Если у человека есть какая-то основная работа, и в свободное время он снимает кино, то это наш человек. Если он всё бросил, ушёл вообще отовсюду, и снимает только кино, и не имеет образования, пусть присылает фильм и поговорим. Возможно, это будет вне конкурсная программа, или фильм, там, не знаю. Мы вообще планировали этот отдельный разговор сделать в рамках нашего фестиваля в Хабаровске, финала, площадку якутского кино отдельную, потому что это того заслуживает. Может быть, там мы покажем этот фильм, презентуем, привезём автора. И вот если будет такой прецедент, мы будем с ним разговаривать. Может быть, мы спросим человека, вы себя кем ощущаете? Вы профессионал или вы любитель? И это будет главное, кто ответит на этот вопрос. Потому что да, мы как бы изначально заявляем, что тут нет профессионала. Условно говоря, любая кухарка, как говорится, может управлять не только государством, но и снять какой-то фильм. Да, да, да. Много же случаев, когда люди пробовали себя в каких-то таких местных локальных тусовках, понимали, что у них есть потенциал, и ехали учились, и получали образование. Вообще, кинематограф — это же сфера, куда довольно поздно приходят люди. Очень мало тех, кто закончил институт, сразу же идут в кино работать. И очень много тех, кто за 30, со смежных сфер, ещё откуда-то, бросая всё, идут в кинематограф и делают вещи. То есть такая система. Поэтому мы на неё в том числе работаем. И ещё такой момент. Вот экономическая составляющая, да, финансовая. Вот те же, допустим, те, которые были не профессионалами, а потом стали профессионалами, да, то есть без образования, но как-то по наитию стали вот талантливые люди. У нас много таких примеров в Якутии. Ну, наверняка, вы в курсе, да? Конечно. Но ведь каждый фильм, он просчитывается, то есть финансово, да, сколько будет вложено в этот фильм, где эти деньги, как говорится, взять. Это уже другая песня, как говорится, большая такая, трудная. Вы сейчас говорите категориями большого кинематографа. Ну, а всё-таки, вот этот фильм, допустим, могут люди как бы рассчитывать, просчитать, что, может быть, вдруг мой фильм, там, допустим, выйдет в прокат или... Ну, мы не будем заниматься прокатом. Очень важный момент, Алла. Помимо того, что мы говорили, что есть конкретный суперприз денежный... Про который мы сегодня не говорили, а он 100 тысяч рублей. Да, он 100 тысяч рублей. Но дело в том, что одним из способов продвижения, опять же, Дальнего Востока и вот наших дальневосточных талантливых людей, так скажем, различных авторов, то, что мы сейчас договорились о том, что договоримся, вернее, о том, поскольку наш проект поддержан президентом, поддержан общественной палатой Российской Федерации, то есть в рамках президентского конкурса, потому что она... Ну, то есть фестиваль организован на средства гранта? Ну, то есть частично, так скажем. То есть, конечно, как бы, спроси больше, давай меньше. То есть те средства, которые нам предоставили, мы максимально эффективно пытаемся воспользоваться, но, опять же, и сторонние организации нам помогают, полпредства наши. Разговор вот о чем идет, что те фильмы, которые будут, попадут в финал, и будут финалистами оригинальных этапов, и попадут в финал, в суперфинал. То есть мы договоримся о том, предварительное согласование достигнуто, что будет прокат, как на федеральных каналах. Это первое. Что очень важно. Будет, по всей видимости, какой-то у нас, мы пока думаем над формой, будет альманах дальневосточный, который будет включать в себя все фильмы-участники, чтобы это было на ком-то носителе. А по поводу денег, вот опять же хотелось бы привести пример с нашего прошлогоднего опыта. У нас членом, одной из членов нашего жюри Хабаровского был Арсений Гончаков, это достаточно маститый режиссер уже сейчас, именно короткометражных кино. Кстати, член жюри фестиваля «Окно в Европу», где в этом году ваш фильм занял одно из призовых мест. То есть, вот мы когда с ним разговаривали, мы его привозили сюда, у него один из мастер-классов, условно говоря, на связи к тому, что как снимать дешево. Без денег. Практически, да, без денег. Человек снимает интернет-сериал без бюджета. Без бюджета. Ну, то есть, средства друзей и договоренности. Кто-то дал технику, кто-то... Актёры снимаются бесплатно, и у нас такая история практикуется. То есть, актёры профессиональных театров охотно соглашаются, это для них интересно. То есть, главное, чтобы история была, чтобы людей заразить. Потому что, вот, Арсений нам говорил, что когда он обозвучивает маститом, этим продюсером московским, что у него серия его, интернет-сериала стоит 200 тысяч. Или 30, тоже был такой пример. То есть, ну, в среднем, где-то 200 тысяч рублей. Полностью весь процесс. То есть, на него люди смотрели, не понимали, как это привыкли мерить, не знаю, как предстоят миллионами, 50 миллионов, миллиард долларов, и всё это остальное. То есть, сейчас, с развитием технологий, опять же, на самом деле, есть уже опыт фильмов, которые снимаются на мобильный телефон, достаточно хорошей камерой. То есть, кино сейчас, это способ донести, выразиться, способ донести идею. Вот мы здесь стараемся, как бы, ещё вспоминая Владимира Ильича, что, искусственным важнейшим является кино. То есть, есть какая-то идея, но, опять же, мы помогаем, опять же, главный момент, продолжая, то есть, каждая кухарка может управлять государством при наличии, если его этому научить. То есть, здесь очень большой блок нашего фестиваля, это именно обучение. Но не дай бог. Или если нет, с кинемателлазом. А как узнать? А как узнать? То есть, если мы сейчас скажем, все же тоже думают, что надо очень много денег, да? Многие думают так. То есть, принято считать, что кинематолог, кинематограф делая очень дорогое. Но у нас победитель первого сезона, команда, которая вообще без бюджета все сняла. Ну, то есть, ни копейки не вложила. Получила потом приз, 25 тысяч рублей, это у нас такой был призовой фонд тогда. Все пошли и отпраздновали. это, по сути, вот что-то вайнеры, как бы... Само выражение, на самом деле. Когда есть интересная идея, очень многие откликаются. Театр дает костюмы, актеры соглашаются сниматься, потому что им нравится вот эта вот история, да? Оператор там сначала говорит, давай попробуем, потом туда с головой уходит. Но это же действительно изначально малобюджетный формат. то есть, это история... Любители предполагаются, что они не зарабатывают этим, а значит, и не могут много вкладывать. А в прошлом году, допустим, какие герои были показаны вообще? Кто они, герои нашего Дальнего Востока? Это полицейские, это... Ну, я не знаю, кто они? Ну, вот я уже говорила о том, что иностранец, и бабушка, которая по просьбе внучки проводила ему экскурсию по городу, например, да? Опять же, пока была эта экскурсия, то есть, показали очень для всех известные знаковые точки Хабаровска. То есть, вот там, 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 то есть, узнаваемо все это было. Известный музыкант, который стал известным благодаря тому, что он записал песню, она там получила широкую популярность в интернете. Этот музыкант, его, да, наш местный, как бы это был реальный историй, реальный историй, ну, прототип, которого играл актер, да? То есть, там мысль доносилась такая, что делает то, что тебе душа говорит, да? Вот такой... А вы не боитесь, что эти истории, они будут какие-то вот ретро, как-то так вот, ну, отсыл там к прошлому. Вот даже бабушка, вы говорите, да? Ну, и итальянец, это сегодняшний день. Ну, как бы на стыке. Но ведь бабушка, наверное, ходила по тем местам, где она в юности, там, я не знаю, свидания, там, какие-то еще что-то. Там, там, там была история о том, что бабушка... Там-то сколько же, веселая комедия, ситком на самом деле. Бабушка всего боялась и думала, что хипстеры это какие-то злодеи, а пока она там потеряла иностранца, ей все помогали, она поняла, что Хабаровск город открытый, и молодежи бояться не нужно, надо с ними дружить. Это достаточно современная история. Ну, то есть, отцы и дети, да? Вот такая тема. Ну, не знаю. Ну, Хабаровск глазами иностранцев. Это был ситком. Может быть так. И вот эта героиня, бабушка, она, благодаря ему, посмотрела на наш же город другими глазами, его глазами. Вот. Но это же, идеи очень много, они разные, пусть будут. Мне вот еще очень понравилась история, не прошлого, позапрошлого нашего фестиваля, называлась она «Маятник». Ага. Вот молодой парень, талантливый человек, уехал в Москву, как бы там, то есть там, ну, когда идут в Петербург, или в Петербург, или в Петербург, или в Петербург, или в Петербург, то есть у него там работа, у него там все хорошо, как бы он там старается. И вот он возвращается в Хабаровск на каникулы, там, в захлеб, там, я там с Москва-сити, там, у нас там можно, там, раз в Европу перелетел, там, за два часа, то есть все там, мне вот супер хорошо, и слышишь сзади голос, а сюда ты, ты что за себя сюда вернулся-то? И вот он, как бы влюбляется в девушку, вот он живет. Которая это спросила? Да, вот он, которая спросила, вот он живет, получается, вот он здесь в Хабаровске с ней, потом ему нужно на работу туда, вот его там, и вот он разрывается между двух городов, и в итоге принимает решение, что вот моя судьба здесь, вот моя любовь, и я вот остаюсь в Хабаровске. Это тоже нормальный повод жить здесь. Семья, отношения, друзья, ну, меня, например, это очень сильно держит. Я не готова уже в своем возрасте, например, что-либо менять, ни за какие предложения. Скажите, пожалуйста, вот очень много людей, вот нашего возраста наверняка, да, которые любят мультфильмы. Вот если, допустим, ну, я не знаю, некоторые мультфильмы мне тоже очень нравятся. Ну, ну, скажите, вот мультфильмы, они есть, вот эта анимация? Ну, мы не изначально не искали и не приглашали, но если кто-нибудь пришлет, мы вообще очень демократичны и свободны. во-первых, начинаем только. То есть, жанр фильма может быть совершенно... У нас есть внеконкурсная программа, я думаю, мы даже во внеконкурсной можем таки конкурс какой-то устроить, если мы захотим кого-то поощрить. Это же мы все решаем. Нам главное показать многообразие и идей, и талантов, которые здесь живут, вот на фоне Дальнего Востока. Мы еще очень хотим сделать площадку, я просто повторюсь, мы хотим здесь успеть провести переговоры по поводу того, чтобы организовать в рамках фестиваля кинопоказ якутских профессиональных фильмов, которые завоевывали международные призы. Это как культурное событие очень важно для нас, потому что мы же в Хабаровске слышали, но очень плохо знаем якутский кинематограф, хотя мы тоже Дальний Восток. Это же проблема такая, что мы, по сути, варимся каждый в своей тарелке. Вот там Якутия, там, там, Камчатка, там, то есть, грубо говоря, вот я всегда привожу пример, то есть с Хабаровска до Москвы там 20 тысяч долететь, а с Хабаровска до Приворска-Камчатского или до Якутска 30. — Ну и еще, смотрите, да, вот вообще такая история. Я по поводу того, что вот будущие, ну, скажем так, кинематографы, любители пусть, но кинематографы, которые решат снять что-то, но, допустим, наверняка они какой-то должны сделать некий такой прорыв какой-то, да, ну, я так думаю, да, потому что, во всяком случае, вот мировая, как бы, да, тенденция в мире, ну, вот скоро выйдет Твин Пикс, да, то есть это как бы, то есть то, что было, как говорится, новым взглядом, ну, как говорится, о старом, как бы, да, вот, и то есть эта вот тенденция, она как бы прослеживается, и у нас тоже, кстати, вот те же сериалы, которые мы смотрим, это вот какая-то ностальгия или, не знаю, как-то вот 50-е годы, там, 60-е годы, да, то есть вот совершенно недавно. Отличные сериалы, конечно, да, я не спорю абсолютно, да, но, в общем, наши деятели должны сказать какое-то новое слово, и в плане того, что... О главном, желательно, да, да, да. О жизни, о любви к жизни, скажем так. И прийти завтра к нам в 10 часов на презентацию. Дорогие друзья, я правильно представлю, сейчас прям зачитаю. Алла Джанша у нас сегодня в студии была, и Максим Поличко. Спасибо большое. Это руководители любительского кино фестиваля «Точка возврата». Итак, участвуем в этом фестивале. Это руководители любительского кино фестиваля «Точка возврата».